В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Сегодня мы подготовили к эфиру специальный проект, который назвали «Шестерка для приезжих». В Подмосковье приезжий из Таджикистана изнасиловал трехлетнего сына своих работодателей. Гражданин Узбекистана задушил гулявшую с ребенком жительницу Подмосковья, а младенца убил, ударив головой о дерево. Впоследствии он обвинил в своем преступлении русскую водку. В Петербурге двое братьев-рестораторов из Азербайджана устроили дебош с изнасилованием женщины и стрельбой по полицейским. В Пензенской области уроженец Молдавии с особой жестокостью убил местного жителя. Если верить защитникам приезжих, случаи единичны, и подобные преступления на каждом шагу совершаются и без участия мигрантов. Речь-то о другом. Мы говорим о людях, которые едут в чужую страну, чтобы жить против всех моральных принципов, а вось не поймают. Считаете, что попав за решетку, они раскаиваются? Как бы не так. Это Россия виновата, что есть в ней какие-то законы, люди, которых почему-то нельзя просто подойти и ударить, либо ограбить. Учреждения с дурацкими очередями, где оформляют документы. Интересные формулировки. Для России сейчас уже эта проблема не новая. То, что у нас действительно сейчас захлестнула вогла незаконная миграция. То есть все в основном это люди, которые приезжают сюда на заработки. Мы поехали в исправительную колонию номер 6 именно ради знакомства с ними. Людьми, когда-то приехавшими за работой. На территории учреждения прекрасная школа. Стенды с правилами правописания на каждом шагу. Но даже при таких условиях далеко не все сидельцы освоили богатый и могучий. А русский язык вы знали, когда приехали? Нет. Вообще не знали? Здесь, когда я заехал, я по сомненькам работаю. У нас это правило в русской, а остальное не в русской. 12 или 13. Возраст женщины, 40 лет, 50 лет. По сомненькам работаю. Молдаване, Украина. Это разные женщины. Так как он здесь не общался, общался, я чуть-чуть научил. Остались здесь в тюрьме. Атабек приехал в Россию из Узбекистана. На родине, где он трудился, у них было что-то вроде колхоза. Денег, говорит, не хватало. Все, пошли, взяли билет на одного человека. Сели в поезд, поехали куда? В Москву? Нет, в Рязань здесь. Сразу в Рязань. Вас здесь кто-то ждал или так? Нет, там здесь мне друзья, там встретили, там поезда. Они тоже уже работали здесь? Да, да, забыли. Но они вам наверняка какие-то перспективы говорили, что здесь хорошо, здесь работа есть. Как? Получилось, что вы к ним? Нет, у меня два брата здесь работали, младший брат. Вы решили к ним? Да, да. Потом я встал. А сколько вы получали? Где вы работали? Там во время 2008 года, до 15-18, около 15-20 тысяч зарплат. Вопрос о заработной плате мы задали каждому собеседнику. Вдруг и правда на преступление толкнули обстоятельства. У Атабека, например, дома жена и двое сыновей. Часто говорят в колонии, родные не знают, за что кормилец попал за решетку. Сам заключенный опускает глаза и улыбается. Ну что, скучно, может быть, было? Как? Почему? Не знаю, я сам не знаю. Любой психолог вам скажет, что в первый раз преступление можно списать на ошибку. Но второй и третий инцидент – это, извините, осознанный выбор. В биографии Атабека несколько криминальных эпизодов, и от всех пострадали женщины. И это при том, что на его родине в Узбекистане никто не позволит себе обидеть чужую мать или жену. Так почему такие табу перестают действовать в чужой стране? Куда девается мораль, совесть и прежде всего человечность? Ведь это не вопрос знания законов. Скажите, вы какие-то выводы лично для себя сделали? Ну, кроме, вы знаете, высоких фраз, как у нас любят очень «я все осознала», «все у меня хорошо». Вот просто для себя. То есть поменялось у вас что-то в сознании? То есть что? Это в порядке вещей напасть на женщину посреди улицы и за четыре года пребывания в колонии даже не найти слов для извинения? Зато нашлись нелестные комментарии о нашей границе. Мол, слишком долго, целых полчаса, а то и все полтора. Он так и не понял, что это и есть закон. И формальную процедуру проходят граждане любой страны. Жалобы – это вообще особенность многих мигрантов. Проще всего списать на то, что их не любят. И ни один не подумает, а, собственно, почему. Жаловаться им на то, что с ними как-то относятся не совсем правильно, наверное, не приходится. Потому что по прибытию мы их не разделяем на, скажем так, таджиков, узбеков и все. На данный момент в шестерке 1186 осужденных. 806 из них – русские. Остальные – весь Советский Союз в миниатюре. Таджики, узбеки, украинцы, молдаване, азербайджанцы и так далее. Есть даже кубинец. Это так называемый карантин. С него все и начинается. Осужденные сдают анализы. Некоторые, кстати, впервые. И по общим результатам отправляются отбывать срок к остальным. Картину у всех как под копирку. Украл, выпил, в тюрьму. Оправдание тоже. Так получилось. Самой опасной категории осужденных негласно считаются уроженцы Таджикистана. Как правило, они совершают преступления против личности. Да, если посмотреть по, скажем, точному количеству состава, то есть процент соотношения Таджикистана у нас представлен порядка 36%. Узбеки 21%, Украина 10%, Молдавии 8%. Это, значит, от общей массы осужденных содержащихся здесь. Азербайджан 7%, Киргизия 6%, Армения 6%, Белоруссия 6%, Татарстан. Тоже пошли такие народности, скажем, Грузии, полтора процента. Это Николай. Родился и вырос он в молдавском селе. Для своих 30 лет дров наломал много. Но, похоже, единственное, чего не понимает, почему стал изгоем. Я попал здесь, как-то, все это, отвернулся. Когда-то было хорошим для Николая, для себя. Попал здесь, я как-то, уже как-то, проходит для них, что они считаются. А вы как считаете? Ну, им виднее, виднее. Когда Николаю было 9, в семье случилась беда. Умерла мама. Он остался за старшего и вместе с отцом помогал поддерживать хозяйство. Присматривался с сестренками. Казалось бы, должен привыкнуть к ответственности. А русский язык вы знали, когда ехали? Нет, когда ехали, я не знал. Вообще не знали? Ну, так. Знал. Так, чуть-чуть. Как зовут, как пройти? Ну, не всегда. Не всегда. Сложно было учить русский? Сложный язык? Ну, я старался побыстрее. Если человек себе этот интерес дает, это побыстрее. То все получается? Да. А почему не дали себе интерес начать как-то работать, не переступать букву закона, раз получается? Ну, я сам это как... Я бы этого не хотел, но так сложилось. Опять сложилось. Как будто это не он, а кто-то посторонний решил приступить букву закона. В этой истории тоже не было никакой острой нужды. Скорее, наоборот. И работа, и даже романтика. Николай познакомился с девушкой. Как выражали? Ну, так, какие цветы... Кино водили, цветы дарили? Цветы дарили, кино не водил. Поэтому времени не было. За три месяца букетно-конфетного периода на кино времени не хватило. А вот на преступление – пожалуйста. За свою девушку Николай сейчас и отбывает наказание. Что бы вы ей сказали, если бы вы сейчас ее увидели? Или она увидела вас? Давайте представим. Ну, неправильно поступила она. Вы неправильно ли она? Не, она неправильно. Ну, я в это ей скажу. Так, неправильно поступила. Что-то сделала. Не подумала, что-то сделала. Прежде чем надо делать, надо думать. Хорошо потом делать. А когда сделали вы, вы подумали? Нет. Как заведенный Николай твердил, виновата сама. Но вот в чем именно, так и не ответил. Вспоминал то свободные нравы, то женскую совесть. Я все пытаюсь понять. Вы меня поймите, Николай. Вы говорите неправильно. Вот когда человек сделал ошибку в слове, написал не «не», а «ни», ему говорят, тут должна быть «е». Вот вы говорите неправильно. А как правильно? Что надо не делать? Ни в коем случае не делать? Очень вольно ведем себя, да? Ну, можно сказать и так. У нас это, вот здесь в России, там, там, девушка, здесь родился, там, пиво по дороге там пьет. Ну, как, так, наверное, должно быть. У нас такое нет. Если даже это, может, она и курит, или там, пиво пьет, а там, где-нибудь, это спрятался, выпил там, 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 пиво и закурил. Не идет так по дороге. Сигареты, пьет. А ваша девушка что-то такое делала, я так понимаю? Ну, я не спорю, может, ей как-то. Но вы не видели, то есть мы сейчас не в этом ее обвиняем. Не, не, не. Кстати, в Молдавии он был женат. От этого брака родился ребенок. Но, по словам Николая, супруга не стала ждать, когда он заработает денег в России. Ушла раньше. Все кругом негодяи, и только он тянет тюремную лямку. Давайте уточним. Вы не ожидали, что последует наказание, или что вы способны сделать что-то, что повлечет наказание? От себя больше, или от того, что разоблачат? Ну, от того, чего-то разоблачат. Не от себя. Вот вам и ответ. Заметьте, не надуманный журналистам. Даже тюрьма не исправила. А мы еще говорим о морали и высоких чувствах. И большинство заключенных мигрантов того же мнения. Пока не посадят, можно и грабить, и насиловать, и резать. Конечно, статистика, как принято говорить, всегда средняя температура по больнице. Но, например, в той же Москве приезжими совершается каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование, и каждый третий грабеж или разбой. И что, простите, означает это мы не знали ваших законов. Каких? Не убей, не укради. Они одинаковы во всех странах мира. Кстати, о географии. Осужденные мигранты сами просят отбывать срок на территории России. Дело в нюансах законодательства. На их родине, оказывается, до сих пор действуют советские правила. Там за провинности на территории колонии выговором не отделаешься. Могут лишить и посылок из дома, и работы тяжелой нагрузить. То есть тут закон знают все. Это Вадим, он тоже из Молдавии, но до четвертого класса он даже учился на русском языке. Вадим никого не убивал и не насиловал. Как раз тот редкий случай, когда и правда нужда. Я как бы вырос в деревне, и сельскохозяйственное все. Нас трое, семья я старший. Они с братом приехали в Белокаменную легально. Брались за любую работу, благо навыков хватало. И строили, и чинили. Было тяжелее из-за того, что работа была, они допускали, пока документы не сделаешь, официально не допускают. И вот приходилось подрабатывать где-нибудь, что-нибудь сделать, чтобы прокормить себя. Сколько вы зарабатывали по другим университетам, на коем других зарплатах? Сильно меньше? Или может быть примерно так же? Ну, я считаю нормально. Постепенно на жизнь стало не хватать, и добрые люди подсказали способ. Деньги можно не зарабатывать, а делать самим. Как выглядело это производство, Вадим никогда не видел. Ему привозили уже готовые тысячные купюры. Он передавал их клиентам. Качество было такое, что банкомат принимал фальшивку до пяти раз. Сидя здесь, я был бы рад вернуть все обратно, а думал много чего. Водорожье? Ну, четвертый год уже. Любопытно, что Вадим как раз из тех мигрантов, которые должны стойко охранять рубежи. До приезда в Россию год отслужил в погранвойсках. Не успел толком отвыкнуть от распорядка, как нагрянул новый, куда менее приятный. Мечта? Мечта хочется семьи, если сейчас надо, давно уже. Детей, очень сильно любят детей. Ниню Ромасу Манчумати, Еврау Таря Акаса, Еврау Ламама, Шла Тата. Что вы сказали? Мне осталось год и три, я очень сильно хочу домой, к своим родным, к матери Акасу. Общежитие для осужденных с хорошим поведением и относительно мягкой статьей по местным меркам пионерский лагерь. Цветы, картины с настроением, рыбки в аквариумах, тренажерный зал, телевизоры. Так положено по закону. Пока российские пенсионеры собирают копейки, чтобы купить хлеба и лекарства, а родители изо всех сил наскребают на учебу, страна за их же счет содержит преступников. Пока перевоспитание выглядит как путевка в санаторий, о снижении преступности не стоит изоикаться. А что вы читаете? Теория всего. О чем там написано? Ну это представление Амели, наших физиков. А вы по профессии, кто как вас? Директор. В колонии многие получают аж два диплома, о среднем и специальном образовании. Профучилище предлагает 11 рабочих специальностей. Мигранты учат еще и на страны для себя язык, русский. Теоретически их обязаны выдворить после отбытия срока. На мой взгляд, процентов 30 остаются здесь. То есть даже по страхам уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства не остаются здесь. Легально они приезжают или нет, а заканчивается все одинаково. Если раньше мигранты старались раствориться среди местного населения, то сейчас, когда количество приезжих растет, есть мотивация к консервации статуса мигранта. Мы же их принимаем, терпим хамство, платим за их пребывание в тюрьмах, за свои же деньги потом выдворяем, а они возвращаются и все начинается по новой. Как сказал Юрий Лотман, культура начинается с запретов. Если мигранты уже сейчас уверены, что ошиблись не когда пошли на преступление, а когда попались, то что будет дальше? На сегодня все. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин